на нашей виртуальной площадке. Буга. Добрый день, дорогие друзья, и приветствую на «Джурнэй Ду Музэй» из Русской Русской Европы, с платформой виртуэль. Мы продолжаем цикл наших встреч и экскурсий, виртуальных экскурсий по русскому музею, которые нам любезно предоставляют подразделение замечательное русского музея, которое называется «Виртуальный музей», и его возглавляет Мария-Йорна Гладких, начальник службы виртуального русского музея. Мы очень рады продолжать наши встречи и встречи виртуэль в Музэе Русске, который нам дает, виртуэльный музей русский музей, и ца-шеф мадам Мария Гладких, а на келле аки же живе пасселя пахоле тут свит. Но сначала, прежде чем передать слово Марии Юрьевне, я хочу напомнить вам технические детали сегодняшней экскурсии. Она будет на двух языках, на русском и на французском языке, с синхронным переводом. Чтобы слушать нас по-русски, выберите русскую дорожку, кликнув на иконке с изображением глобуса внизу справа вашего экрана, либо ничего не делать, если вы слышите, как я говорю по-русски. Donc, notre визит виртуэль aujourd'hui se donne en deux langues. Si vous voulez nous suivre en russe, vous pouvez choisir la piste russe en cliquant sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran. Если вы хотите нас слушать в французском языке, с помощью французского языка, то выберите французский язык, также на иконке глобуса в французском языке. И теперь я пасшу на французском языке, а на французском языке, на французском языке, qui je remercie d'avance pour leur travail comme toujours. Итак, Мария Юрьевна, пожалуйста, вам слово. Но опять последнее, совсем последнее объявление о следующей встрече с Русским музеем, которую мы уже планируем на 2024 год. Если сегодняшняя встреча посвящена русскому искусству XX века, это вторая лекция на эту тему, то следующая встреча, которая состоится в конце января, будет иметь историческую направленность, поскольку она будет связана с очень важной, очень серьезной датой для нашей истории с окончательным снятием блокады Ленинграда в конце января 1944 года. В следующем году мы будем отмечать 80-летие этой памятной и во всех смыслах знаменательной даты для нашей истории, и мы очень рады, что Русский музей приготовил специальную экскурсию, посвященную окончательному снятию блокады Ленинграда. Эта встреча состоится уже сразу Save the Date, запомните, пожалуйста, состоится 30 января 2024 года в 17 часов по среднеевропейскому времени. Спасибо. И, Мария Юрьевна, вам слово, пожалуйста. Спасибо, Вера Георгиевна. Здравствуйте, уважаемые слушатели, которые смотрят нас сегодня на территории не только Бельгии, Франции, стран Европы, но и России. Я напоминаю, что этот год, 2023 год, юбилейный для Русского музея, мы отмечали 125 лет со дня открытия музея для посетителей. И в честь этой даты мы подготовили для вас специальную программу, посвященную Русскому музею, основанию Русского музея и его основной экспозиции, которую могут увидеть все, кто приедет в Санкт-Петербург и посетит Михайловский дворец. И сегодня заведующая экскурсионно-лекционным отделом Русского музея Валентина Александровна Горлова проведет уже третью экскурсию, посвященную основной экспозиции Русского музея. Как было заявлено ранее, мы продолжаем знакомство с искусством XX века и небольшой такой анонс, кроме темы, заявленной уже Верой Георгиевной, на следующий год. В конце экскурсии мы расскажем, о чем мы поговорим в следующем году, на какие темы. А сейчас я с удовольствием передаю слово моей дорогой коллеге, большому профессионалу, который встречает в Русском музее посетителей. А сегодня она встречает вас, Валентина Александровна Горлова. Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер. Мы продолжаем наши виртуальные прогулки и виртуальные экскурсии по Русскому музею. И я хочу вам напомнить, что Русский музей хранит одну из самых крупных коллекций русского искусства и в России, и в мире. Свыше 400 тысяч произведений находятся в коллекции нашего музея. И основан был музей в 1895 году по указу императора Александра Третьего, простите, Николая Второго. И Николай Второй продолжает идею своего отца. Именно Александр Третий был инициатором создания первого в России государственного музея, где бы были собраны произведения самых известных русских художников. И мы с вами познакомились уже с искусством XIX века, XVIII века. Мы с вами в прошлый раз говорили об искусстве рубежа веков, и мы говорили о том, что это был один из самых интересных периодов в истории русского искусства. Ну и сегодня мы будем продолжать эту тему, и мы поговорим с вами об искусстве начала XX века. И мы познакомим вас с таким уникальным периодом в русском искусстве. Уже советское искусство это то искусство, которое у нас появляется после революции 1917 года. И мы увидим, как развивалось оно, это искусство, какие замечательные мастера работали в этот период. Ну а начнем мы нашу экскурсию с творчества одного из самых уникальных художников этого времени. Художник, действительно, который внес колоссальный вклад в развитие русского искусства, это Павел Филонов. И русский музей гордится тем, что мы владеем самой большой и самой крупной коллекцией в стране его произведений. Павел Филонов художник трагической судьбы и именно в период блокады, в первую блокадную зиму 1941-1942 года. Не для кого не секрет, это была тяжелая зима, он скончался. И по его завещанию его сестра Евдокия Николаевна Глебова передала в русский музей на хранение его произведения. Это художник, которого мы относим к эпохе авангарда, и он начинает свой путь в первые, третье XX столетия. И каждый художник в этот момент он внес в свой вклад. И имена этих мастеров вам хорошо известны. Это Кандинский, Малевич, Шагал, Гончарова, Лорионов и многие другие. Но вот Павел Филонов, он занимает особое место среди художников авангарда. И он, его метод, его творческий метод, который он назвал аналитическое искусство. Вот сегодня нам с вами предстоит разобраться, что же это за такой феномен аналитическое искусство, что задумал Павел Филонов. Он написал теорию своего искусства, свою творческую концепцию, которую он изложил в декларации. Декларация называлась «Вход в мировый расцвет». И первая вещь, которую мы вам сегодня представляем, поскольку эта творческая концепция у него сложилась как раз накануне Первой мировой войны в 1912 году, работа, которую мы с вами видим сейчас. Она называется «Пир королей», и она была исполнена именно накануне Первой мировой войны. Что же такое аналитическое искусство? Сам Павел Филонов в своей декларации говорил следующее, что все академии мира учат одному. Когда любая картина, чтобы создать картину, для этого необходимы эскизы, для этого необходимы композиционные наброски, и от общего идут к частному, к завершению картины, а он предлагает другой путь, когда от частного нужно идти к общему. Вот в этом была его интересная идея. И также он говорил другую вещь, что живопись, она вот такое органическое произведение, и произведение искусства должно расти точно так же, как растет любое растение. И вот, собственно говоря, каждое касание кисти, которое он называет единицей действия, и отсюда возникает очень сложная фактура. И глядя на работу, вы сейчас видите, вот это каждое касание кисти, это определенный тембр, который задает тот или иной цвет. И, конечно, красный цвет будет преобладать в произведениях Павла Филонова. И еще один момент, о котором говорил он, что процесс создания картины, это он называл сделанностью, и, согласно его теории, художник обладал двумя такими формами зрения. Первое, это когда глаз видит и воспринимает внешнюю оболочку, а второй момент, это когда эта внешняя оболочка наполняется внутренним движением атома. И у Павла Филонова было очень много последователей, у него было очень много учеников, и вот такие неоднозначные вещи, они, конечно, по-разному воспринимались публикой, пир королей, и когда появилась эта вещь, она во многом, конечно, является пророческой. Павел Филонов был очень дружен с Велимиром Хлебниковым, известным поэтом Серебряного века, и вот Велимир Хлебников воспринимал это полотно как пир трупов и как пир мести. Некоторые исследователи творчества Филонова, рассматривая эту картину, говорили о том, что это пир Ирода, а один из учеников Павла Филонова сказал о том, что пир королей – это такая демоническая переработка тайной вечери. И если вы посмотрите на стол, который изображен в картине, мы с вами можем увидеть там действительно лежащую рыбу на блюде. Рыба – это один из первых символов Христа. Далее мы с вами можем видеть фрукты стоящие, бокалы на столе. И эти образы, которые создают в этом произведении Филонов, они действительно какие-то зловещие. И обратите внимание, они гротесковые образы, и в глазницах нет глаз. И такое ощущение, что выседают они за столом, будто бы сидят в гробах. И это такое было предзнаменование. Первая мировая война, 1914 год, это была одна из самых кровавых войн в истории 20-го столетия. И он словно предрекает ту историю, чем закончится Первая мировая война. Вот такое нечто дьявольское присутствует в его произведениях. И сам Павел Филонов говорил о том, что пир королей это метафора буржуазии всех стран, которые развязывают губительные войны. И вот такой интересный момент, что в 1936 году определенная специальная комиссия, которая пришла в мастерскую к Филонову для того, чтобы проверить, насколько его картины соответствуют идеологически ли они лояльны. И конечно, его супруга очень испугалась за картину пир королей. И тогда она очень быстро нашла ответы. Она сказала, вот посмотрите, перед вами сидит Гитлер в Муссолини и многие другие люди, которые стояли у истоков фашизма. И это спасло картину от той самой зловещей комиссии. Еще одна вещь, представленная в постоянной экспозиции Русского музея, это крестьянская семья или святое семейство. И обратите внимание, как трактует он этот евангельский сюжет, сюжет, к которому обращались художники разных эпох, разных стран. И вот такую интересную историю создает нам Павел Филонов. Перед нами святое семейство. И посмотрите, как интересен образ Иосифа, которому он придает черты такие очень национальные, простонародные. С одной стороны, с другой стороны, удивительное положение младенца, которого Мария держит на руках, такая прекрасная светловолосая Мария с голубыми глазами. И младенец, он как бы выседает на руках своей матери и вокруг них животные. И при этом мы видим там лошадь, мы можем увидеть курицу и многих других персонажей. И вот все в этой картине они равноправны. И люди, и животные представлены на этом полотне. Вот такая некая повседневность звучит в этом произведении, вот в таком вечном сюжете, который представляет нам художник. И это прежде всего это гармония, гармония бытия, гармония человека и природы, гармония человека и животного мира звучит в этом замечательном произведении. Ну и поскольку я вам сказала, что в теории и в творческом методе Филонова он утверждал о том, что произведение искусства, оно должно быть органичным и оно должно расти и, собственно говоря, от частного идут к общему. Есть еще одно произведение, которое в полной мере крестьянская семейность такая вещь фигуративна, а мы с вами увидим сейчас другую вещь, формула весны, она абсолютно иная по своему исполнению. Вот действительно здесь как бы он творит вот этот новый мир, рождение природы. И обратите внимание, даже цветовая гамма, которую использует художник, она дает нам возможность действительно увидеть рождение весны. Весна это всегда пробуждение природы, это всегда надежды, и вот это преобладание красных, зеленых, желтых, синих, оно дает нам эту возможность почувствовать это рождение, и это каждое касание его кисти, оно создает и придает такое особое звучание всему этому полотну, и конечно он отвергал кубизм, он отвергал кубофутуризм, но тем не менее свою историю весьма интересную и то, о чем он говорил, художник видит внешнюю оболочку, должен ее наполнить внутри этими атомами, вот эти атомы, которые рождают нам ощущение жизни и ощущение весны. продолжая двигаться по залам 20-го столетия, искусство 20-го века у нас прекрасно представлено в корпусе Бенуа, по которому мы с вами совершаем это путешествие. Еще один замечательный художник, также начинающий свой путь в искусстве в начале 20-го столетия, художник уникальный, художник, который впитал в себя разные эпохи и разные направления, ренессанс европейский, русскую иконопись, постимпрессионизм и даже символизм, вот начиная свой путь в искусстве, он был очень увлечен французским символизмом, ранние его работы посвящены этому, это Кузьма Петрова Воткин. Вот замечательные вещи Петрова Воткина вы сейчас можете видеть на экране и, конечно, начинаем мы знакомство с творчеством этого художника с его автопортрета. И вообще к жанру портрета Петров Воткин обращается уже в позднем своем периоде. Автопортрет, вы можете видеть, такая укропненная голова дана нам, вот такое абсолютно рубленное, почти скульптурное лицо дано, вот такой устремленный перед нами человек, но вы непременно заметите, что своеобразный фон портрета, голубой фон, это вот такое, как некая вселенная, некое миростание и сферическая перспектива, о которой писал Петров Воткин, и он создал свой творческий метод, так же, как у Филонова, так и у Петрова Воткина были свои творческие подходы к произведению, он отрицал линейную перспективу. И у него получалась история с тем, что он брал сразу несколько точек зрения для того, чтобы передать движение в произведение. И это тоже история, о которой задумывались многие мастера, и каждый из них этот вопрос решал по-своему. И вот обратите внимание, что этот голубой и разнообразие голубого, синего фона перед нами как человек эпохи квадрачента, который стоит вот во главе этого мира. И один из русских исследователей творчества Петра Уводкина Николай Пунин писал о том, что во всех произведениях Петра Уводкина предстает перед нами вот такой особенный мир, мир преображенный и мир как бы приподнятый, мир доведенный до символизма. И в его жанровых работах мы сейчас с вами эту историю увидим с его сферической перспективой и с построением вот такого планетарного пространства, то, о чем говорил Петра Уводкин. В этом отношении замечательная его работа Полдень. Я ее хорошую очень ты еще помню. Полдень. И здесь мы с вами можем увидеть сейчас вот при ближайшем приближении этой работы что такое лето для русского крестьянина. Это целая жизнь. И это целая жизнь для крестьянина, а в этом произведении он еще и показывает цикл жизни человека. И он словно поднимается над землей и летит как птица. И вот с высоты птичьего полета он наблюдает холмы, леса, реки. И в этот же момент здесь происходит история. И мы видим, как на холме сидит женщина, кормящая ребенка. И это тема материнства, счастья. А чуть ниже мы с вами можем видеть другую историю. Несут гроб провожают человека в последний путь, так завершается жить человека. А далее наш взгляд видит, как под деревьями отдыхают молодой парень и девушка. Это зарождение любви. И вот этот жизненный цикл показывает нам художник, с одной стороны, жизненный цикл человека, любовь, материнство, смерть. А далее мы видим с вами, что кто-то колет трава, кто-то дает корову. Вот это жизнь, которая происходит и проистекает в картине. И он дает не один какой-то конкретный момент, как мы можем с вами видеть во многих произведениях реалистической живописи, а сразу несколько историй, которые зритель может проследить. У него была своя теория цвета, и он берет за основу всегда вот это самое знаменитое трехцветье, это и обратите внимание, эти цвета тоже здесь активно работают, ну а все остальные цвета от красного, синего и желтого, он считал, что это производные цвета, и собственно говоря, эту историю мы здесь с вами также можем наблюдать. Еще одна вещь, которую он написал по заказу Реввоенсовета, потому что Петров Воткин работает уже в советский период, эта вещь, которая называется смерть комиссара. Она была показана, написана к десятилетию Красной Армии, то есть 1927 году, к десятилетию образования Красной Армии, и эта же вещь была показана на десятой выставке Ассоциации художников Революционной России. Вот такое объединение у нас появилось после революции, самое название Ассоциация художников революционной России говорит и о тематике, и о направленности художников, которые входили в состав этого объединения смерть комиссара. И вот здесь произпоказан один из тоже таких тяжелых моментов в истории страны, идут ожесточенные бои, гибнет комиссар, его подхватывает солдат. И вот это последние минуты, секунды жизни комиссара. И далее мы с вами можем видеть, вот здесь точно так же чуть поднимаясь над землей, выбирает именно такую точку зрения художник, вот оттуда издалека движутся новые отряды, навстречу зрителю, мы видим спину изображенных людей, солдатов, которые уходят в бой. И далее на заднем плане мы с вами можем видеть деревни, облака, небо. И это как бы вот эти последние минуты жизни комиссара, но он словно увидел всю планету, он словно увидел всю жизнь, которая проходила до этого, вот эти секунды, минуты жизни, но жизнь продолжается. Вот это главная идея, которую заложил Петров Воткин в это произведение. И отсюда преобладание вот таких голубоватых, зеленоватых, холодных тонов. И на фоне этого одежды солдат и эти красные их повязки, они словно перекликаются друг с другу, передавая это движение, передавая команды, да, и те идеи революционные, которые были очень важны для людей того времени. Ну а начиная свой путь в искусстве, он получает заказ. Заказ он получил от института Вредена, института ортопедии имени Вредена. Здание института располагалось в Александровском парке на Петроградской стороне, и там он пишет образ Богоматери. Богоматерь сейчас вот это бог, как она называется. Такое бывает. умиление злых сердец. Сейчас, 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 сейчас. Я забыла. Да, я готова. Извините. В 1903 году он пишет почти пятиметровую образ Богоматери, пятиметровую работу, году, а в 1915 году он вновь возвращается к теме Богоматери, и в самом начале я вам говорила, что в творчестве Петра Уводкина вот так очень интересно сплелись разные эпохи, разные направления, европейский ренессанс, и древнерусское искусство, и он изучал и хорошо знал древнерусское искусство. И вот на тот момент, когда он пишет это произведение, он занимается росписями храма в Кронштадте. И он, конечно, есть такая, написана эта работа по мотивам иконы, и существует такая в русской иконописи, иконография иконы умягчения злых сердец. И вот перед этой иконой обычно молятся в тот момент, когда просят об умиротворении враждующих, когда просят умягчить сердца тех людей, которые устраивают гонения, и он изменяет название картины умягчения злых сердец, ну и, конечно, с иконографией тут мало что общего, что объединяет. Прежде всего это красный цвет, цвет мафория Богородицы, с одной стороны, и, конечно же, вот такая еще большая ее голова, он ее намеренно укрупняет, и это тоже такой очень тяжелый момент в жизни страны и в жизни Петрограда, это 15-й год, это идет Первая мировая война, и вот она поднимает руки, словно обнимая этот мир, пытаясь его защитить от той жестокости, от той войны, которая происходит в данный момент, и там, на заднем плане, вы можете видеть, вот в этом, опять-таки, голубом сферическом пространстве появляется распятие Христа. Еще одна его вещь в позднем творчестве, он довольно часто обращался к жанру портрета, не стал исключением, еще один портрет, который он исполнил в 1922 году, это портрет Анны Андреевны Ахматовой, известной поэтессы, поэтессы Серебряного века, как правило, когда писал портреты Петра Водкин, он обращался к жанру портрета, он писал своих близких, дорогих людей, которых он знал, и главный принцип, который хотел вообще донести Петра Водкин, он говорил о том, что нужно передать каждую черточку в портрете. Здесь портрет Анны Андреевны, и он здесь вступает в некую конкуренцию, потому что до Петра Водкина уже несколько художников написали ее портрет, и это всегда было очень сложно и волнительно, с одной стороны портрет известного человека, с другой стороны уже несколько портретов было создано Анны Андреевны, и принцип тот же построение композиционное, которое мы с вами видели в самой первой его работе в автопортрете, мы видим, нет ничего лишнего, голова Анны Андреевны хорошо читается на этом голубом фоне, он также укрупняет ее голову, и обратите внимание, вот такой очень нежно-розовый тон ее лица, он подчеркивает эту горбинку на ее носу, и голубой фон, вот там на голубом фоне очень хорошо читается очертание еще одной девы, это та самая поэтическая дева, которая вторит поэтическому слову Анны Андреевны Ахмартовой, и вот такой замечательный образ создает художник в этом портрете, и Филонов, и Петров Воткин, не всякло сомнение, они внесли свой вклад в развитие русского искусства, вот Петров Воткин испытал столько на себя влияния, и создает вот такой свой неповторимый стиль, что важно для каждого художника, для каждого художника очень важно запечатлеть пульс своего времени и своей эпохи, и, наверное, таким мастером, который действительно запечатлил пульс своей эпохи, и по его картинам можно проследить историю развития нашей страны от 1917 года до середины 20-го столетия, до расцвета СССР, это Александр Александрович Дайнека. Великолепная экспозиция работ у нас этого замечательного художника, и он, как он говорил, в 20-е и 30-е годы перед художниками ставилась такая задача найти и сделать изображение человека коллективного труда. И перед нами работа, которая так и называется «Текстильщицы», создана она была не случайно. В это время художники ездили в так называемые творческие командировки от разных предприятий, они приезжали в эти творческие командировки. Вот Дайнека отправляется в такую творческую командировку по заказу журнала «Безбожник». И он приезжает на текстильный комбинат, он наблюдает за работой «Текстильщиц», а тема «Текстильщиц», она тоже в искусстве существует уже давно. И, конечно же, они здесь придут, нити создают уже на текстильном комбинате, но есть замечательная вещь Диего Веласкеса «Пряхи». И мы видим, как изменилась ситуация. И если у Веласкеса девушки сидят в таком полутемном помещении, то здесь обратите внимание, совершенно светлое помещение, в котором находятся ткачихи. И они практически на равных выступают вместе с теми станками, на которых вращаются эти большие бобины с нитями. И, как говорил сам художник, я увлекся кружевом заводских конструкций, но они только фон. И действительно мы видим, как некий орнамент, который возникает у нас с вами перед глазами этого фона. И вот совершенно на равных с этими станками появляются ткачихи. Он выбирает такие очень типичные, энергичные их движения. И вот они уже повелительницы, и они могут работать с такими сложными организмами, как станок. И Дейнега очень много что привносит в живопись нового, в живопись 20-го столетия. Он привносит туда и от графики, и, конечно, прежде всего от коллажа и от фотографии. И мы с вами можем видеть, что задний план действительно очень графичный. Вот это черное и белое придают такой определенный ритм всему этому произведению. Следующая вещь, которую мы с вами увидим, это работа бег. И, конечно, в 20-30-е годы тема спорта активно звучит в советском искусстве. Пропаганда здорового образа жизни была в 20-е и особенно в 30-е годы. И спортсмен, вообще спортивный жанр появляется в искусстве еще в эпоху античности. И вот в 30-е годы он получает очень широкое распространение в советском искусстве, как в скульптуре, так и в живописи. И сам Александр Дейнека был очень спортивным человеком. Мы знаем, что он в детстве занимался спортом, он был боксером, был таким очень крепким человеком, поэтому тема спорта была очень близка. А когда начинается популяризация советского спорта, он довольно часто ходит на стадионы, он наблюдает за состязаниями, с ним всегда был этюдник, с ним всегда были карандаши, поэтому он делает наброски, эскизы, часто он искажает перспективу, все это он делает для того, чтобы передать движение. Вот эта картина «Бег», в ней такая фрагментарная композиция, вот как бы некий такой фрагмент, который вырывает художник, и для того, чтобы показать зрителю движение, он противопоставляет два плана. Вот на первом, первый план и основной, на первом плане мы видим девушку, стоящую к нам спиной в розовом платье, вот она застыла, она наблюдает за бегущими, и на основном плане мы видим этих спортсменов, которые вот так очень быстро, технично удаляются от нас, при этом великолепно написаны их тела, вот такие мускулистые, загоревшие, и такой крепкий человек, советский человек, это была одна из таких историй, идеологии того времени и того государства. И, конечно же, я вам сказала, его работы, они действительно позволяют нам проследить историю нашей страны, и война, вообще война в произведениях советских художников, это такая очень важная тема. Александр Дейнека очень любил бывать летом в Севастополе, и для него Севастополь был тот город, где было много света, много солнца, художник всегда стремится к свету, к солнцу, и есть вещь в Мудейнеке, она называется «Будущие летчики», она как раз написана была перед войной, и он показал там красоту набережной Севастополя, показал голубое небо, бескрайнее спокойное море, и вот в Москве, и он узнает о том, что какие трагические события происходят в Севастополе, он увидел фотоснимок, он увидел, что осталось от Севастополя, фотоснимок он увидел в газете «Правда», и он начинает работу, как сказал сам художник, я не смог остаться равнодушным, этот город, который был так близок и дорог мне, и «Оборона Севастополя». Эта картина, она написана именно во время войны, потому что очень многие вещи, они уже были написаны после войны, это была первая картина в советском искусстве, написанная в момент, в период войны, и эта картина, она во многом стала символической, и здесь противостояние двух сил, вот не случайно защитники Севастополя, матросы, в белом одеянии, а немцы, вы видите, в темных одеяниях, и обратите еще момент один, они в белом одеянии, и солдат на переднем, матросы на переднем плане, который метает гранаты и готовится бросить гранату, он намеренно укрупнем, а тот немец, который лежит на переднем плане, он упал, его фигура чуть меньше, вот это сделано символически, это сделано специально, и точка зрения, которую выбирает художник, она тоже здесь очень интересна, вот на смену погибшим и тут новый, и матросы поднимаются снизу вверх, они бросаются в рукопашный бой, они готовы стоять до последнего, защищая свой родной город, и, конечно, все это разворачивается на фоне черного, красного, вот этот полыхающий Севастополь, эти огромные клубы дыма, которые поднимаются, и, действительно, в этом отношении картина стала очень символичной, это противостояние двух сил, сил добра и тёмных сил, пришедших на родную землю, именно таким образом художник хотел показать, что правда всегда будет на нашей стороне, и, действительно, эта вещь играет важную роль в истории советского искусства. Ну, и, продолжая тему советского искусства, ещё один замечательный художник, работающий этот период, это художник Александр Самохвалов. И говорят, что у каждого периода в искусстве есть картина, которая как бы является символом, она олицетворяет ту или иную эпоху. И вот олицетворением эпохи 30-х годов становится картина Самохвалова, которая называется «Девушка в полосатой футболке». Картина, которая побывала на многих международных выставках, а в том числе она побывала на международной выставке в Брюсселе. Но именно во Франции, когда экспонировалась эта вещь, в Париже её назвали «Советская Джоконда». И вот перед вами «Советская Джоконда». Причём это героиня, она учительница, её фамилия Адамова, нам известно это. Но чем она интересна? Тем, что здесь представлены вот такие типические черты эпохи. Перед нами женщина, которая наравно трудится с мужчиной, перед нами женщина свободная и самостоятельная, и художник сумел передать вот её такое абсолютно простое лицо, но в ней, в её глазах читается вот такое упрямство и то, что она самостоятельная, независимый человек, короткая прическа, которая очень удобна в обиходе, а на теле у неё надета футболка. И сам Самохвалов говорил, такая футболка, она была очень популярна в 30-е годы, носили её мужчины и женщины, и Самохвалов говорил, чем она удобна. Ну, во-первых, она недорого стоит, во-вторых, она прекрасно облегает фигуру, и она будет уместна во многих моментах. И вот именно так на светлом сером фоне он запечатлил её в этой бело-чёрной футболке, уверенно смотрящей вперёд. Это женщина своего времени, уверенная в себе и олицетворяющая своё время. Однажды Самохвалов вспоминал, что он совершал путешествие, водное путешествие на панике, на лодке, и он увидел историю, как девушки советские готовятся не только стать матерями, но они готовы в любой момент встать на защиту своей родины. И они упражнялись в стрельбе. И эту историю он и создаёт в картине, которая называется «Военизированный комсомол». Вот обратите внимание, здесь также молодые люди и девушки, которые действительно на равных учатся стрелять. Кто-то из положения лёжа, кто-то готов только к стрельбе. То есть они наблюдают друг за другом. И вот такой ровный строй комсомольцев. Уже в это время появляется организация ВЛКСМ, которая называлась. То есть они верное, преданное плечо партии. Именно на них, на эту молодёжь, опирается коммунистическая партия, и они готовы в любую минуту встать на защиту своей родины. И поэтому, поскольку военизированный комсомол, мы видим, что здесь преобладание вот такой формы зелёной, украшены красным цветом. Красные платочки мы видим завязаны на голове или повязаны очень эффектно на шее девушек. Вот этот красный цвет, он также олицетворяет советскую страну. Обратите внимание, их лица очень типично взяты, и важно было показать этот огромный строй людей, как бы их бесконечное движение и их устремление идти вперёд и в любой момент встать на защиту Родины. И вообще тема женщины в советском искусстве, она весьма интересна. Ну, женский портрет всегда был привлекателен в разные эпохи. Вот обратите внимание, женщины, которые могут стрелять и могут наравне с мужчинами заниматься военным делом, казалось бы, таким совершенно мужским делом, и женщины вообще становятся такими повелительницами мира. И вот такая замечательная вещь у Самохвалова есть, которой он дал название кондукторша, не кондуктор, а кондукторша. Она женщина, она следит за порядком в трамвае, она подаёт сигнал водителю, вагоновожатому трамвая, и, конечно, она продаёт билеты, поэтому мы видим у неё через плечо сумка, и к сумке подвешены специальные колёсики. На этих колёсиках рулоны с билетами. Но она не просто продаёт билеты. И, как сказал сам Самохвалов, он назвал эту картину, это пафос эпохи. Вот она такая повелительница электричества, как он её назвал. И вот если в античной мифологии громами и молниями заведовал сам глава Олимпа Зевс-Громовержец, то здесь электричеством повелевает женщина. И, как сказал Самохвалов, если бы она вдруг встретилась с Афродитой, то неизвестно, кто бы удивился, кондукторша или Афродита. Скорее всего, Афродита. Видите, у неё такое движение руки, она поднимает руку. И это не случайно. Она даёт сигнал вагоновожатому, что трамвай может двигаться дальше. Но этот знак, в котором вот этот знак поднятой руки, она застыла в нём. Она нам представляет вот такую бабу-монумент, бабу такой из тукан, такой из архаической эпохи. И этот свет, который падает на её лицо, зелёный свет, и она действительно застыла. И монументальность её формы. Вот перед нами такая новая богиня, богиня, повелевающая электричество. И, конечно, здоровье и здоровый образ жизни, который пропагандировался в 30-е годы, такие крепкие дамы появляются именно в этот период. Ещё одна вещь, ещё одного замечательного художника, это художник Вячеслав Пакулин. Художник ленинградский, который стоял у истоков знаменитой ленинградской школы живописи, и он был очень увлечён фресками, он обращается к древнерусскому искусству. Вот в такой фресковой технике исполнена эта женщина. Обратите внимание, она поднимает коромысло с ведрами, посмотрите, как художник создаёт образ этой прекрасной красавицы, такой же мощной, сильной, особенно великолепной в этом отношении исполнены ноги, на которых она так крепко стоит на земле, но в то же время она не лишена изящества, и обратите внимание, в свою ступню вот такое изящество, красота, великолепно исполнено её розово-красное платье. Вёдра, они абсолютно чуть-чуть намечены художником, но тем не менее вот перед вами красавица, вот такой тип красоты каждую эпоху появляется в искусстве. Ну, и, конечно, комсомолки активны, участницы новой жизни, и ещё один типаж женщин той эпохи мне бы вам хотелось показать, это художник, который пришёл в искусство ещё до революции, Константин Юон, который очень много путешествовал по Европе, был очень увлечён импрессионизмом, Константин Юон был прекрасный учитель, педагог, у него была студия в Москве очень знаменитая, в этой студии училось много художников, в том числе там учились художники-авангардисты, и вот среди них там такая знаменитая дама, скульптор, моноталист Вера Игнать Номухина, которая, начиная свой путь в искусство, посещала мастерскую Юона. И вот перед нами комсомолки или подмосковный молодняк. В деревне Легачёво там находилась мастерская Юона, и там он находил своих героинь. И вот обратите внимание, вот такие румяные, круглолицые героини, такая вот композиция, где он так очень плотно берёт эти лица, помещая их на одном холсте. Посмотрите, какие разные характеры представляет здесь художник, разное выражение лица. И, конечно, весь акцент, всё внимание главной героини, она в красном платочке, такой очень сосредоточенный взгляд, а кто-то внимательно слушает, кто-то несколько растерян, но, тем не менее, все они устремлены вперёд. Это их история на фоне бревенчатой избы, собрались эти молодые красавицы. Если раньше изображали девушек-крестьяна, которые спирались гадать, узнавать свою судьбу, здесь мы видим, девушки поглощены каким-то рассказом, они слушают, внимательны, и каждый из них, я вам сказала, это характер, это сила. Красивы ли они? Сложно сказать, но каждая из них это действительно индивидуальность. и продолжая тему художники советского периода, они безусловно продолжали те традиции, которые были заложены русскими мастерами ещё второй половины XIX века. И тема реализма она активно звучала в искусстве этого времени. И вот если 20-е годы, начало 30-х годов, это была одна история. В 34-м году у нас на заседании Союза писателей Алексей Максимович Горький произносит свою знаменитую речь, и с этого момента начинается новый этап в развитии советского искусства, советской литературы, советского изобразительного искусства, так называемый соцреализм. Это отображение будней советского человека, и, конечно, такое приподнятое настроение должно существовать, пафос сталинской эпохи. Часто это искусство называют сталинским. И вот художник, которого мы сейчас с вами видим, и мы вам его сейчас представляем, это Александр Герасимов. Он лауреат четырех сталинских премий, он первый президент уже Советской Академии Художеств, и он работает в жанре реализма, он продолжает те традиции, которые когда-то заложили художники второй половины XIX века. И то, что всегда увлекало Герасимова, это тема импрессионизма. И вот перед нами одно из его произведений «Терраса после дождя», «Сирень», стоящая на окне, вот обратите внимание, с какой любовью и теплотой исполнено это произведение. и пейзаж, и натюрморт, сразу два жанра соединяет он в своей картине, но вот это ощущение после дождя, и мы видим, что еще капли дождя лежат на стекле, открыто окно, и мы даже с вами ощущаем этот свежий воздух, который входит в комнату после дождя, это весна, и мы видим, какая молодая еще сочная зелень, и как бы подтверждением тем, что это весна, вот такой символ России стоит в стеклянной вазе, это сирень, великолепно исполненная сирень, сирень очень сложна для художника, они очень часто ее писали, мы знаем, многие мастера писали сирень, дело в том, что она сложна в своем исполнении, каждый художник всегда упражняется, создавая вот эти огромные, красивые, пахучие грозди сирени, и все пронизано светом, все пронизано воздухом, и мы ощущаем это дыхание весны, наступающего лета, этого теплого и в то же время такого вот грозового дня, и, конечно, Герасимов говорил о том, что один из любимых его жанров это портрет, и он писал много портретов, портретов самых разных, у нас на экспозиции представлен портрет актрисы Тарасова, ее называли гением сцены, к моменту, когда он писал ее портрет, она уже 15 лет служила в Амхате, ей удавались все роли, и драматические, и конические, и, конечно, любимый ее автор был Островский, она очень много играла ролей, героинь из пьесы Островского, и вот такой замечательный ее портрет создает художник, и также мы видим, что на фоне пейзажа, на фоне дачного дома исполнен этот портрет, она вся в белом, и художник таким образом подчеркивает нежность ее лица, шляпка, которая украшает ее голову, жемчуг, цветы, все это написано с большой любовью, теплотой, такими очень экспрессивными, красивыми мазками, прекрасно передает и фактуру ее одежды, при этом если одежда написана очень быстро, очень экспрессивно, то лицо написано очень нежно и очень тонко, проработаны каждая деталь, те украшения, на шее, браслеты, кольца, все это создает такое ощущение красоты, воздушности этой дамы, ну и, конечно, за заднем плане лето, вот такая гармония природы, человека, она звучит во многих в картинах Александра Герасимова. И еще один большой мастер, который работает уже в советском искусстве, это художник Левитин, и вот гармония человека и природы в портрете Герасимова. И здесь мы видим тоже вот такой интересный момент. Девушка мыла полы. Вот, казалось бы, совершенно будничный момент, который выбирает художник в комнате. Мы видим такое абсолютно пустое пространство, лишь ее нарядное платье и туфли стоят. Сама она в момент, когда она была занята бытовыми делами, она отвлеклась на минуту, она сидит на подоконнике, она смотрит вперед, мы фактически не видим ее лица, но мы видим, как солнечный свет играет на ее нежных щеках, и само название «Теплый день», оно замечательное. С одной стороны, да, вот это пробуждение природы, весна, это один из первых теплых дней, работа была написана в мастерской художника, отсюда видны крыши домов, взгляд устремлен вперед, безусловно, она мечтает, безусловно, мечтает о любви, но обратите внимание, как написано великолепно и фигура этой девушки, которая сидит на подоконнике, как прекрасно исполнено это пространство в комнате, в котором она находится, и с какими тончайшими переходами он пишет полы, полы, на которых играет солнечный свет, и даже это ведро, и эта тряпка, при помощи которой она мыла полы, они, в общем, являются таким элементом, как бы создавая вот такое уютное пространство. И весна это всегда тема любви, тема мечтаний. И молодая девушка в этом светлом платье, устремленная вперед, мечтает очевидно о любви. И вот эта теплота, солнечный свет, пленэр, все о том, о чем мечтали когда-то мастера, все это очень хорошо здесь художник воплощает в жизнь. Тема солнечного света, тема передачи воздуха, пленэра, это те задачи, которые ставят французы еще в конце 19 века, и в каждой стране художники решали эту проблему по-своему. Такой замечательный мастер был в советском искусстве по фамилии Пластов, художник, который действительно во многом продолжает традиции вообще всего искусства 19 века. Вот тема крестьянства звучит в картинах это венецианам, какие-то другие моменты мы можем видеть в произведениях, это уже художники второй половины 19 столетия, художник, который сам вышел из крестьянской среды, он получил свое образование в Москве, а затем принимает решение, он уезжает к себе на родину в Ульяновской области деревня Преслониха, такое прям исконно русское удивительное название, там он живет, там он работает, и все герои его картин это его односельчане, и вот один из таких моментов, который нам изображает художник, полдень, и тема полдня, она тоже довольно часто звучит в русском искусстве, полдень, это расцвет дня, и мы видим, что это расцвет дня, это расцвет природы, вокруг, все зелено, красиво, это раннее лето наступает, поскольку мы видим, что желтые одуванчики начинают надевать другой свой наряд, вот этот воздушный, красивый, эти белый пух, который окружает одуванчик, и мужчины, и женщины, еще одна тема, тема вечная, которые в этот жаркий день пьют из колодца воду, и умывают свое лицо, и вот казалось, такая совершенно будничная история, как она великолепно исполнена, это такой преображенный мир, который создает здесь художник, и мы ощущаем с вами и солнечный свет, и этот знойный день, и великолепно написана вода в колодце, и как солнечный свет играет в этой воде, и вот все вечно, и казалось бы, такую историю мы могли с вами посмотреть в любую эпоху, но о том, что это уже написано в 60-е, в конце 50-х годов, в начале 60-х, об этом говорит нам этот железный конь, который спрятан в зелени, мотоцикл, и мы с вами понимаем, что они приехали на мотоцикле, еще одна маленькая деталь, скорее всего, это свидание, обратите внимание, у женщины нарядное платье, в отличие от мужчины, оно очень нарядно одето, и красные туфли на каблуках, то есть скорее вот такой тоже сокровенный момент художник изобразил в этой картине, мы не видим лица героев, особенно девушка, она закрывает ладонью лицо, но тем не менее вот это ощущение счастья, оно чувствуется в этом замечательном произведении. Многие художники в этот период, они путешествуют, делают очень много набросков, вот Пластов, он живет в деревне, он наблюдает жизнь и быт своих односельчан, а другие мастера довольно часто ездят в творческие командировки, и именно уже в конце 50-х годов деревня для многих советских художников станет таким главным источником вдохновения, и вот перед нами работа, два брата, Качевы, написали эту вещь, «Детвора», прекрасное название, и они тоже вспоминали о том, что первоначально такие эскизы, они делали это 48-й год, они заканчивали художественный институт, была художественная практика, и вот во время путешествий, во время этой практики было сделано много набросков, эскизов, и вновь они к этой теме возвращаются уже чуть позже. Они едут в Тверскую губернию, точнее, в Тверскую область те времена, и наблюдают за тем, что же там происходит. Момент абсолютно будничный, но вот такой интересный композиционный прием применяют здесь художники, свет льется сзади, и вот этот свет, который льется сзади, он как бы окутывает фигурки этих девочек, которые стоят на деревянном мосту, наблюдают за каким-то событием, каждая из них также великолепность полна, у каждой из них свой характер, свой темперамент. И все написано с такой любовью, что мы с вами ощущаем даже вот эти шершавые поручни, на которые опираются девочки. И, конечно, великолепно подмечен и передан этот детский взгляд, это любопытство, с которым они всматриваются вдаль. И стоящий на берегу этой реки низкая линия горизонта дает нам такое ощущение, будто бы они парят. вода и небо, и вот такой маленький этот мостик, вот такая некая маленькая точка притяжения, на которой стоят фигурки девочек, взгляды которых устремлены вперед. И тоже это такой момент мечтания, вот такую бытовую историю, совершенно типичную, которую посмотрели художники, но вот так великолепно воплотили ее в жизнь. И, конечно, мы знаем о том, что оттепель, она наступила в 56-м году, потому что 20-й съезд партии это развенчание культа личности Сталина, конечно, но окончание Второй мировой войны, это тоже было такое очень большое и значимое событие в истории Советского Союза, но тем не менее вот оттепель в живописи она наступила значительно раньше, она наступила еще в 53-м году, потому что в 53-м году в секции, молодежной секции Союза Московского Союза художников молодые мастера обратились вот с какой просьбой о том, чтобы сделать выставку. Выставку без цензуры и без жюри и каждый художник может принести на эту выставку ту работу, которую он хочет. И в 54-м году такая выставка состоялась. И вот среди тех людей, кто участвовал в этой выставке, молодой художник Гелик Коржев и многие другие мастера Эллик Ропопков, они приняли участие в первой этой выставке и в этот момент с 57-го года по 62-й год. У нас был такой стиль в искусстве, который мы назвали суровый стиль. Дело в том, что если советское официальное искусство, оно, конечно же, воспевало советский строй, советского человека надо было рисовать в таком приподнятом пафосном настроении, то эти художники, которые пришли в искусство, а это были те мастера, которые уже после войны поступили в художественные заведения, они рисовали просто быт человека, без всякого пафоса, вот такой повседневности, которую они вековечивали в своих произведениях, и Гелик Коржев это одна из крупнейших вообще фигур в искусстве 60-х годов, он создавал такие циклы произведений, и он стоит у истоков сурового стиля, вот такая, обратите внимание, такая укрупненность фигур, она будет присуща для Гелия Коржева, здесь очень много факторов повлияло на это, прежде всего это и кинематограф с одной стороны, и с другой стороны сам художник, его подход, его творческий метод, и вот такой большой цикл, над которым работал Гелий Коржев не одно десятилетие, цикл, который был посвящен Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, и одно из вещей, которые мы вам сейчас показываем, старые раны, войну можно представить и изобразить по-разному, это и победа, и очень много было произведений посвященных победе, и сражения, но эта вещь, она абсолютно будничная, вот это то, о чем задумывались художники, такая повседневная жизнь, перед нами уже немолодой мужчина, возлежащий на этой красной подушке, глубокая ночь, но ему не спится, потому что тревожит его старые раны, и конечно это фронтовик, и конечно это те ранения, которые были получены во время войны, но здесь можно говорить и о телесных и о душевных ранах, которые безусловно война ставила глубокий след к жизни всех людей, особенно на фронтовиков, и вот этот момент задумчивости, размышления его о жизни художник увековечил, и лицо, испещренное морщинами, он такой абсолютно его не приукрашает, вот такая история, которую создает Гелий Коржев, и конечно я вам сказала, художники без цензуры выставляются, они создают вещи абсолютно типические, и в то же время героика этих людей, они их прославляют, вот если Гелий Коржев был москвич, он родился, вырос в Москве, учился в Москве, то мы вам хотим представить вашему вниманию еще одного замечательного художника, ленинградец, это Евсей Евсеевич Моисеенко, и он представитель ленинградской школы живописи, Евсей Евсеевич был профессором института Репина, института живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина, Евсей Евсеевич прошел войну, он был в плену, и вот эта тема войны, она будет занимать важное место в творчестве этого художника, тема гражданской и Великой Отечественной войны, вот картина черешня, эта тема связана именно с гражданской войной, сам Евсей Евсеевич родился в Белоруссии, белорусской деревне, вот он говорил о том, что он вспоминал этих ребят, которые когда-то, молодые ребята, участвовали в гражданской войне, и вот обратите внимание, он не выбирает момент боя, а вот такой очень редкий и удивительный момент для этих солдат, это период отдыха, и они едят черешни, и в шапке мы видим лежащие эти сочные темно-красные ягоды черешни, и вот это такие редкая минута отдыха, и далее мы видим с вами о том, как там вдалеке простирается город, и вот здесь на холме они отдыхают, и мы не знаем какова их судьба, и что с ними произойдет, как только вот этот редкий минуты отдыха закончатся, и поэтому герои изображены по-разному, каждый из них находится в своих раздумьях, каждый они вспоминают какие-то свои моменты из жизни, у Евсея Евсеевича Моисеенко была очень интересная техника письма, вот такое очень тоновое письмо, очень четкий рисунок, контурный рисунок, и при этом он всегда чуть вытягивал фигуры своих героев, и отсюда вот такое ощущение свежести, такое ощущение невероятной красоты живописи, оно можно видеть в каждом произведении Моисеенко, вот он представитель ленинградской школы, мы видим, какие разные были художники в это время, но тем не менее, вот темы, которые они выбирают в искусстве, они такие действительно абсолютно простые, как казалось бы, но в то же время у них есть большой философский смысл. еще один мастер, с которым мы сегодня с вами познакомимся, это художник Иванов, картина называется «Сорок пятый год». И вот то, о чем мы с вами говорили, казалось бы, история победа, и художник вспоминал о том, что он путешествуя по Рязани, Рязань, Рязанская область, это было такое место, куда он довольно часто приезжал, а тут была родом его мать, и он наблюдал жизнь простых крестьян. И однажды он зашел в дом к человеку, который вернулся с войны, он фронтовик, и что его потрясло, что вся семья осталась, прошла через все ужасы войны, они остались все живы. И вот они ужинают. И вот этот момент такой, сакральный момент ужина представляет здесь художник. Важно то, что они вместе, что они все остались живы, они разных поколений, но тем не менее все они вместе. И вот эти обычаи в семье, несмотря на то, что это уже послевоенное время, 45-й год, крестьянские, они сохраняются, и они сидят в избе в красном углу, и иконы, мы видим, присутствуют. И вот такой очень простой быт, и кодики висящие на стене, и подоконник украшенный цветами, и вот эта вот яркая такая занавеска как бы вторит этим красным листьям. И семья собралась вместе. Они по очереди из этой большой миски черпают свой ужин, и вот нет никакого диалога. Вот такой какой-то единый момент, который выбрал художник и запечатлел в этом произведении. На всех их объединяет этот стол, они люди разных поколений, во главе сидит мужчина, глава семьи, но все они одно единое целое, все они семья, семья, которая пережила страшную войну, они остались вместе, и вот эта преемственность поколений, она также звучит в этой картине. И, как я вам сказала, что деревня стала вообще главным источником вдохновения для многих художников. Это очень важно для любого мастера найти то место, где не просто можно писать, а найти новую тему в искусстве. А в 20 веке это сделать уже было довольно сложно. И мастер, который очень много путешествовал. Давайте сначала будет Попков, а потом мы вернемся к Жилинскому. И ездил в такие творческие командировки. Художник тоже такой достаточно трагической судьбы это Виктор Ефимович Попков. Очень известный мастер советского искусства 60-х, 70-х годов. Признанный мэтр. И он говорил, вспоминал о том, что он путешествовал по Архангельской области. И однажды он ехал очень далеко и заехал в такие очень маленькие деревни. Вот река Мизей, на которой он побывал. Он там прожил в доме одной крестьянской дамы. И у него есть целый цикл работ, посвященный реке Мизей и тем деревням, тем жителям деревни, где он жил. И вот среди них такая удивительная вещь. Сентябрь на Мизейне называется эта вещь. И вот суровый пейзаж, суровый северный край, река, которая является главным источником жизни, кормит людей. И Сентябрь это то время, когда природа дарит очень много даров своих. В том числе мы видим, что эти дары семья, которая сидит в лодке, нам с вами демонстрируют. Это грибы, это ягоды, собранные в огромном количестве. И сама вот такая суровая природа, она словно отшлифовала и лица этих людей. Вот тоже тема семьи, как у художника Иванова. И вроде как каждый взгляд у них устремлен куда-то в сторону, но тем не менее они это преемственность поколений, люди разных возрастов представлены на этом картине. И вот такой верный друг, верный спутник их жизни, это собака, которая также внимательно всматривается вперед, как и все участники этого произведения, этой семьи. И мастера, вот Виктор Попков, он представитель Московской школы живописи, Виктор Попков вместе с Гелем Коржевым участвует в выставке 1953-1954 года молодых художников. И там же в Москве живет, работает еще один мастер, который тоже является уже классиком советского искусства, это художник Дмитрий Жилинский. И работы, которые мы с вами смотрели, они все исполнены маслом, масляной технике, а Жилинский был одним из первых, кто обращается к технике темперы. Эта техника очень сложна, темперы пишутся иконы, темперы делаются фрески, вот к этой древнерусской технике вновь возвращается и художник Жилинский. У него несколько произведений, русский музей владеет прекрасной коллекцией работ Жилинского, мы вам представляем его вещь, она называется «Гимнасты СССР», и сам художник говорит следующее о том, что однажды он зашел в гимнастический зал, и он увидел сборную СССР по спортивной гимнастике. В 1964 году Олимпиада в Токио, где главным конкурентом Советского Союза были японцы, и наши спортсмены завоевали все медали. И вот придя в зал, чем был удивлен, он начинает делать эскизы и наброски к этой картине в 1964 году, а картина уже была готова в 1965 году, что поразило художникам больше всего, то, что вот на красном ковре гимнасты в белом трико, и вот перед вами на переднем плане это сборная Советского Союза, мужская сборная, а вот они все действительно в белом трико, их тренеры одеты в красную и синюю форму, ну, а на заднем плане вы можете видеть представительниц женской сборной по спортивной гимнастике, и, конечно, Жилинского потрясло то, как владеют телом гимнасты, то, как великолепно и мускулистое их тело, и обращаясь вот именно к темперной живописи, мы видим здесь, он берет и перспективу такую, как в иконе, вот, обратите внимание, как бы показывая нам весь этот мир, устремляя его вперед, приближая к нам этих героев, кто-то из них готовится подойти к снаряду, мы видим человека, мужчину на первом плане, который именно в тальке обрабатывает свои руки для того, чтобы подойти к спортивному снаряду, мы видим, что девушки уже упражняются и делают какие-то гимнастические упражнения, и вот этот момент этих красивых, сильных людей художник изображает в этой картине. Картина была воспроизведена в советское время много раз, были открытки, полимарки созданы, вот действительно такая гордость, спортивная команда наша была одной из гордостей Советского Союза 60-х годов. И, конечно же, еще работу такого замечательного художника мы с вами посмотрим. Это работа Валерия Ватенина. Вот, если Ижилинский и Попков были москвичами, в Ленинграде здесь работал еще один мастер, такой же человек трагической судьбы, как и Виктор Ефимович Попков. Дело в том, что Попков погиб совершенно такая нелепая смерть, он перепутал двери автомобилей, нечаянно открыл дверь автомобиля, где сидели инкассаторы, это было на улице Тверской, в этот момент он провожал своих гостей, у него был банкет, его честь, и, соответственно, по указу инкассаторы стреляли в порт. Вот так, совершенно нелепо, в полном расцвете сил, творческих, совсем молодым умер Виктор Ефимович, вот такая же трагическая смерть была и у Валерия Ватенина, он разбился на мутации в возрасте 45 лет, но оставил после себя великолепное наследие, и работы Валерия Ватенина, они находятся и в собрании русского музея, они находятся и в частных собраниях очень многих известных иностранных коллекционеров, художник удивительный, художник, в творчестве которым сплетаются две вещи, вот с одной стороны, это то, о чем говорили художники шестидесятники, вот такая будничность момента, такая неспешная жизнь, а с другой стороны, в его картинах очень часто такие встречаются метафорические моменты, как притчи, и что удивительно, есть такое ощущение, будто бы, глядя на работы Валерия Ватенина, есть такое ощущение, как будто бы он предчувствовал свою раннюю смерть, и во многих его вещах можно видеть то, что вы видите сейчас, вот такие элементы древнерусского искусства, народного искусства, это то, к чему тяготел Ватенин, он часто вводил свои произведения и элементы древнерусского искусства, здесь мы видим с вами такой наличник, народное искусство, и обратите внимание, там кто-то заглядывает, и кто-то смотрит, и вот этот, вообще как бы окно, оно в искусстве такую очень, знаешь, символическую роль играло, и очень часто там в окне заглядывал, в окно, во многих произведениях Валерия Ватенина, он заглядывает сам, как бы сверху, он смотрит на этот мир, это его автопортрет, автопортрет художника заработает, вот обратите внимание, вот этот момент, автопортреты писали все художники, и автопортрет всегда, он особняком стоит творчеству любого художника, он всегда нам интересен, потому что этот сам момент создания, да, произведения, он изображает себя в тот момент, когда он работает, Ватенин всегда довольно иронично к себе относился, довольно иронично себя изображал, ну и вот здесь обратите внимание, очень красиво исполнен его профиль и рука, вот такая большая рука, вот намерена, наверное, чуть он ее увеличивает, рука натруженная, рука художника, но в то же время вот эти большие пальцы вот так очень изящно придерживают эту тонкую кисточку, и там на листе бумаги разворачивается эта история, история мы видим, где он пробует цвета, как бы, да, как некая такой вот момент, такой сакральный момент творения, но и консервная банка, совершенно смятая, в которой стоят его кисти, вот такое бытовое и в то же время возвышенное во всех произведениях Валерия Ватенина, мы можем видеть, и он подписал эту вещь, она датируется 1971 годом, а в 1977 году его уже не станет. Но этот художник, он действительно очень давно уже не было больших его выставок, он очень интересен, и такой, действительно, притчи он создает во всех своих произведениях. Мы сегодня с вами посмотрели лишь небольшой кусок из такого огромного периода, где работало очень много разных мастеров, у каждого был свой творческий метод, каждый по-разному подходил к решению тех или иных художественных задач, но тем не менее вы увидели, насколько интересен этот был период, какие разные художники работали, и как по-разному они отображали то время, в котором они жили и трудились. И к советскому искусству можно по-разному относиться, но тем не менее действительно это был удивительный период, начиная с 20-х годов и заканчивая уже 60-ми, 70-ми годами 20-го столетия, которые дарили нам это ощущение радости и ощущение встречи с прекрасной. На этом все, я благодарю вас со вниманием, если у вас есть вопросы, с удовольствием отвечу. Уважаемые слушатели, мы благодарим Валентину Александровну Горлову, заведующую отделом экскурсионно-лиционной работы Русского музея в Санкт-Петербурге, и мы поздравляем вас, дорогие слушатели, с наступающим Новым годом, надеемся, что Рождеством, надеемся, что Новый год и Рождество принесут вам исполнение желаний, много желанных и бесконечно важных подарков в вашей жизни, конечно же, мира, благополучия и любви в ваши дома, ваши семьи, и приглашаем вас на встречи с Русским музеем в следующем году, и продолжая тему, которую мы начали сегодня, в самом начале эфира, анонсируем темы следующего года. В следующем году мы, конечно, поговорим о памятных датах, важных для истории нашей страны и всего мира, о Великой Отечественной войне и какое отражение она нашла в произведениях русских художников. Также мы продолжим тему и русского авангарда, очень разнообразного, очень самобытного, и те художники, о которых мы, конечно же, вот сейчас знакомы с основной экспозицией, мы не затронули подробно их творчество, мы встретимся на отдельной такой встрече, эфире, обязательно посмотрим собрание Русского музея и не только основную экспозицию, но самые интересные шедевры работы из фондов музея. Ну и также приглашаем вас в следующем году отметить вместе с нами юбилей двух замечательных русских художников. Это Илья Ефимович Репин, который в августе отмечает 180 лет со дня рождения художника, а в декабре мы встретимся и поговорим о творчестве Карла Павловича Брюлова и замечательной экспозиции с его работами в коллекции Русского музея, в залах Русского музея представленных. Так что до новых встреч, ждем вас, уважаемые коллеги, дорогая Вера Георгиевна, Татьяна, сотрудники Русского дома в Брюсселе, Русского дома в Париже. Благодарим вас за то, что у нас есть возможность обратиться к нашим удаленным зрителям и вот так в виртуальном режиме пригласить в Санкт-Петербург залы Русского музея. Надеемся, что вы будете пересматривать наши встречи, вспоминать, о чем мы говорили и ждем новых эфиров. Всего вам хорошего, с наступающим Рождеством и Новым годом. Спасибо большое, дорогие коллеги, спасибо Русский музей, спасибо Валентина Александровна и, конечно же, мы благодарим и за организацию Марию Юрьевну. Мы очень как бы благодарны вам за вот то, что вы нам несете. Естественно, что сейчас в нашей трудной ситуации мы не можем доехать до Петербурга, но вы помогаете нам увидеть эту красоту, узнать много того, что мы сами бы, я думаю, что не смогли бы это все рассмотреть до таких тонкостей, до таких каких-то деталей. Италии, да. Мы в свою очередь тоже поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством, счастья, любви, удачи, здоровья самое главное. И я думаю, что до новых встреч, которые у нас будут в следующем году обязательно состоятся. Хотела огласить программу, но Мария Юрьевна уже за меня сделала все это. Спасибо вам. Так что 30 января мы надеемся, что после всех праздников мы вновь встречаемся на онлайн-площадке Русского дома в Брюсселе. И еще видео, которое сегодня было записано, его можно будет посмотреть на Ютубе Русского дома в Брюсселе, также на площадках Русского музея онлайн. Онлайн. Онлайн, да. Поэтому если кому-то что-то, если будет желание вернуться к какой-то информации, может быть, что-то уточнить, посмотреть, рассмотреть внимательнее, вы это можете сделать всегда. Спасибо вам, дорогие друзья, и до новых встреч. Спасибо большое. Надеемся, что наши встречи позволят вам узнать Русский музей и, приехав в Санкт-Петербург, чувствовать себя как дома. Большой всем привет. У нас есть сообщение. Сейчас мы попросим переводчиков перевести. Лучшие пожелания Дениса и Елены. Спасибо. Благодарим вас. Так, всего, все, тогда всего хорошего и до новых встреч. До новых встреч. Совершайте прогулки с виртуальным русским музеем. Возвращайтесь, рассматривайте работы внимательно и приезжайте в Санкт-Петербург. Обязательно.